Здравствуйте новости Москва-Баку. В Баку стартовала двухдневная международная конференция по проблеме лиц пропавших без вести во время вооруженных конфликтов. В своем обращении к участникам саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание на тот факт, что до 4000 азербайджанцев в результате Первой Карабахской войны уже более 30 лет считаются пропавшими без вести. Среди них есть мирные жители, в том числе дети и женщины. Шесть же граждан Азербайджана пропали без вести в ходе Второй Карабахской войны. По словам Алиева, у азербайджанской стороны есть доказательства, что пленных во время Карабахского конфликта азербайджанцев пытали. Новые факты, появившиеся после освобождения наших земель от оккупации, еще раз подтвердили показания очевидцев о зверствах, совершенных в отношении пропавших без вести азербайджанцев. В результате работ по эксгумации в обнаруженных на этих территориях массовых захоронениях собраны неопровержимые доказательства того, что лица, взятые Арменией в прен и заложники, были убиты, подвергшись пыткам, насилию и бесчеловечному обращению. Несмотря на это, отметил президент, в Армении никто из совершивших эти преступления не привлечен к ответственности. Алиев раскрыл, что после окончания Второй Карабахской войны на освобожденных территориях были обнаружены и идентифицированы останки 155 пропавших без вести. Глава государства заявил, что в Армении есть данные о местах захоронения без вести пропавших азербайджанцев, однако Ереван не предоставляет эту информацию. Ильхам Алиев также призвал Ереван в доказательство стремления к миру с Азербайджаном на официальном уровне осудить зверство, учиненное в период конфликта в отношении азербайджанцев. Добавим, что глава службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев также сегодня заявил, что после Второй Карабахской войны армянские сепаратисты Карабаха разрушили несколько массовых захоронений с целью вскрыть военные преступления армянской страны. Это произошло в Хаджавенском, Хаджалинском и Агдеринском районах. Сегодня же стало известно, что азербайджанская страна в постконфликтный период передала Армении около 2000 останков. МИД Азербайджана ответил на провокационное заявление представителя Госдепа США о карабахских армянах. Так, накануне помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудам Дафна Рент в рамках Варшавской конференции по человеческому измерению заявила, что Штаты продолжат изучать, как она выразилась, предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Карабахе. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве в ответ на это отметили, что подобное заявление американской чиновницы вызывает удивление. Поскольку на протяжении почти 30 лет Карабахского конфликта США просто-напросто закрывали глаза на преступления Армении в регионе в отношении азербайджанцев. Примечательно, что несмотря на масштабные преступления против человечности, совершенные Арменией в ходе военной оккупации азербайджанских территорий и массовые убийства азербайджанцев, американская сторона только сейчас говорит о важности устранения нарушений международного гуманитарного права. США на протяжении почти 30 лет закрывали глаза на преступления Армении. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве предложили Вашингтону, если он готов продемонстрировать справедливую позицию по отношению к армяно-азербайджанскому процессу, то в первую очередь потребовать от Армении расследования многочисленных преступлений, совершенных в отношении азербайджанцев в период оккупации территории Азербайджана. Официальный Баку также расценил данное заявление как результат пропаганды про армянских сил с целью запутать международное сообщество. Напомним, что в сентябре прошлого года после взятия Азербайджаном под свой контроль Ханкинди и других городов в Карабахском регионе, армянское население по собственной воле покинуло их, несмотря на то, что азербайджанские власти неоднократно заявляли о готовности обеспечить армянское население всеми правами граждан страны. Глава МИД Армении Рарат Мирзаян заявил, что Еревану стоит просчитать все риски в вопросе потенциального выхода страны из организации договора о коллективной безопасности. Так глава армянской дипломатии ответил на вопрос о перспективах разрыва отношений Армении с УДКБ на проходящем в польской столице в Варшавском форуме по безопасности. Я думаю, нам всем нужно быть более осторожными. Ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан и управляем. Я имею в виду, что это непростой вопрос. При этом глава армянского МИД также напомнил, что Армения заморозила свое членство в УДКБ и не собирается возвращаться к тем отношениям, что были раньше. По его словам, Армения не видит себя, цитирую, в военном союзе, который не работает. Кроме того, Мирзаян на натовской площадке решил сделать реверанс в пользу Запада и заявил, что жители Армении якобы стали больше ассоциировать себя с западным сообществом, а их уверенность в поддержке со стороны России после конфликта с Азербайджаном снизилась. В армянском обществе существует огромное разочарование, неприятие России, российской помощи. Потому что народ Армении думал, что если что-то подобное произойдет, Россия поможет нам, защитит нас. Во время конфликта с Азербайджаном партнеры Армении по УДКБ не отреагировали так, как ожидали в Ереване. Теперь народ Армении ищет другие опции. Мы твердо верим в демократию, и это сближает нас с ЕС и США. Наш народ в вопросах безопасности верил в Россию. Теперь этого нет, и народ думает, почему полностью не связать себя с ЕС. Добавим, что в форуме по безопасности в польской столице принимают участие политики, военные и эксперты по вопросам безопасности из США и других стран НАТО. На повестке форума среди прочих вопросов тема помощи Украине. Березаян накануне уже обсудил со своим украинским коллегой сотрудничество. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на всемирном армянском саммите, был более категоричным, чем глава МИД страны в вопросе отношений с ОДКБ. Он заявил, что страна приближается к точке невозврата в отношении с организацией договора о коллективной безопасности и обвинил структуру в создании угроз для суверенитета Армении. На заявление Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие с оценками армянского премьера, подчеркнув, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы. Напротив, организация признана защищать суверенитет своих стран-членов. В парламенте Армении заблокировали инициативу оппозиции, предложившей создать Следственную комиссию по изучению условий жизни карабахских армян. Фракции партии премьер-министра Николы Пашиняна гражданский договор, составляющая парламентское большинство, отклонила инициативу двух оппозиционных блоков – Армения и Честь имею. В поддержку инициативы выступили всего 28 депутатов, а против – 56. Фракции правящей партии пояснили, что в создании подобной комиссии нет необходимости, так как власти Армении уже реализуют программы, направленные на поддержку карабахских армян, социальную, жилищную и прочую. Однако камнем преткновения между парламентским большинством и оппозицией стали финансы. По мнению оппозиции, власти Армении должны контролировать денежные потоки, которые идут на социальные программы для карабахских армян, что якобы не делается. Бакинскому аэропорту накануне пришлось принять несколько рейсов международных авиакомпаний из-за обострения военного конфликта между Ираном и Израилем. В пресс-службе аэропорта Гидар Алиев заявили, что в Баку экстренно запросили посадку, а потом успешно сели с разницей буквально в 10 минут два самолета. Это борт авиакомпании Lod Polish Airlines, выполняющий рейс Варшава-Мумбаи, а также самолет авиакомпании Qatar Airways, пополнявший рейс Москва-Доха. Сегодня также стало известно, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа. Теперь пассажирам придется лететь более 8 часов. Полет будет выстраиваться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Было выпущено порядка 200 ракет. В уранском корпусе стражи исламской революции заявили, что атака стала ответом на недавнее убийство Израилем лидером шиитского движения Хезбалам Хасана Насрулы, главы Политбюро Палестинской организации Хамас Исмаила Хани и генерал-майора Ксира Аббаса Нил Фарушана. В сети появились шокирующие видеокадры обстрела Израиля иранскими ракетами, снятого пассажиром летевшего самолета. На кадрах видны огни летящих ракет относительно близко к самолету. Израиль пообещал Ирану неизбежные последствия. Официальная Москва призвала стороны к сдержанности и заявила, что эскалация на Ближнем Востоке будет обсуждаться на предстоящем в Казани в этом месяце саммите БРИКС. И в завершении выпуска новости короткой строкой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал официальный обет в честь бывшего посла Азербайджана в России Паллада Бельбюля-Глым, который 18 лет занимал этот пост. Перед началом мероприятия Сергей Лавров вручил ему орден Александра Невского, который был ранее присвоен Палладу Бельбюля-Глым указом Владимира Путина за заслуги в укреплении российско-азербайджанского взаимодействия. Парк Бакинского метрополитена пополнился двумя новейшими поездами, которые прибыли в Азербайджан из России. В ближайшие три года на линии Бакинской подземки планируется вывести 13 таких же российских пятивагонных поездов последнего четвертого поколения. Из них семь составов должны поступить в Баку уже в текущем году. Вагоны инновационные, более удобные. Они сквозные, поэтому пассажировместимость больше. Также двери салона более широкие, что позволит в часы пик ускорить процесс более быстрого выхода и входа пассажиров вагон. Сегодня в азербайджанской столице открылась 10-я юбилейная бакинская международная книжная выставка. В этом году выставка организована при участии Министерства культуры Азербайджана. Она посвящена 530-летию со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули. Российский национальный стенд на бакинской выставке – один из самых популярных. До 8 октября здесь представят новинки российских издательств, пройдут встречи с популярными писателями. Автограф сессии и обсуждения на актуальные темы. Спецслужбы Армении предупредили участников митинга оппозиции во главе с архиепископом Багратом Гластаняном, проходящего сегодня в Ереване. Силвики призвали оппозиционеров издержаться от призывов к захвату и свержению власти, добавив, что любое действие, угрожающее конституционному строю безопасности государства, приведет к соответствующим последствиям. Еще больше информации читайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.